Городской социальный проект сочинских единороссов, площадка нашего двора, рассчитан на летнее оздоровление юных сочинцев. Вот уже семь лет программа работает в каждом из четырех районов Сочи. Благодаря ей каникулы школьников проходят с пользой. Фестиваль же нереальное. Лето собрал детей с дворовых площадок, центра и хосты. И без того всегда переполненная детьми ривьера превратилась в один большой детский городок. В программе фестиваля яркая анимационная программа, эстафеты, выступления танцевальных коллективов, шоу мыльных пузырей, приключенческий квест с 20 интерактивными зонами. Здесь ребята преодолевали туристическую полосу, учились ходить по канату, кстати, с помощью мэра. Анатолий Пахомов пришел в гости к детям и отметил, что лето для ребят выдалось не только нереально жарким, но и нереально интересным. Научили школьников играть и в новые игры, которые на самом деле оказались хорошо забытыми старыми. Классики, прыжки через резиночку, городки. К слову, именно к этим зонам выстроилась самая большая очередь. Глава города составил компанию ребятам в дартсе. Опа! Видишь, ты лучше меня бросаешь. Ох ты! Ох, десятка! По соседству проходил интерактив «Выбери свою профессию». Здесь ребята поделились с главой города Сочи мечтами о будущем. Рассказали, кто кем хочет стать. В списке фотографы, врачи и даже мэр. Мэром хочешь? Тоже про... А? Мэром должен много работать. Ты готов? Готов, да? Вот видишь, какое у нас хорошее поколение растет. Кстати, впервые этим летом в рамках площадки нашего двора для юных сочинцев проводят экскурсии на городские предприятия. Ребята узнают, как пекут хлеб и очищают воду. Ведь задача социального проекта не только развлекать, но и образовывать. Многие наши детки не только во дворе занимались спортом, либо искусством, но и также посещали предприятия, были в дымграрии, сажали деревья. То есть, по большому счету, такая разносторонняя программа. И этого мы и хотели. Мы хотим, чтобы наши детки были заняты все лето, и мы хотим, чтобы наши детки были здоровы, чтобы они набрали сил и школу на занятия. Реализуют же поставленные задачи так называемые аниматоры. Это волонтеры, среди которых как студенты, так и активисты и общественники серебряного возраста. Они прекрасно понимают, что если они придут на площадку, они просто не посидят. Что для них организованы все игры. И спортивные, и рисование, все кружки. И мы их не только развлекаем на детской площадке, мы им устраиваем военно-патриотические занятия. И самое главное, что мы устраиваем там дни рождения. Это детей соединяет, это детей сплачивает. Это наше будущее. И мы должны себя полностью посвящать детям, чтобы был результат. Дети должны знать, что их любят и ждут. Сами дети, среди которых оказалось и немало гостей курорта, свои каникулы считают и правда нереальными. Говорят, теперь уж точно будет о чем писать традиционное сочинение «Как я провел лето». Время мы проводим, интересно, мы не проводим их в подворотне, то есть не курим, не пьем. Мы проводим это время, обучаясь чему-то новому. Я приезжий, но площадка реально замечательная. У нас, лично у нас в Подмосковье, в Москве, таких площадок нет. Так же время от времени у нас проводятся военно-патриотические вещи, благодаря которым мы учимся уважать нашу страну. Благодаря этому я решил пойти служить в армию. Смартфон – это уже не тот век. На улице гораздо интереснее, потому что… Ну, я даже не знаю, как это писать. На улице реальные люди находятся. Да, то есть в интернете такого нет. Результат программы «Площадки нашего двора», который мэр Сочи Анатолий Пахомов инициировал 7 лет назад, демонстрирует и строгие статистические цифры. В летний период на курорте стабильно снижается подростковая преступность. И это не просто результат, а успех считают взрослые. Ольга Десятого, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.